сегодня у нас продолжение предыдущего мероприятия по новой практике пима дисциплин таджайл вопросы и ответы в прошлый раз вопросов было много на все ответить не успели и петр согласился сегодня сделать продолжение за что ему большое спасибо сначала давайте небольшую скажу вводную во первых у нас есть интеллектуальный партнер это издательство альпина которые нас поддерживает книжками вот в частности сегодня предлагают по промокоду книжку кроссфит мозга и другие на сайте или в приложении альпина книги и предлагают поддержать участника который задаст самый интересный вопрос сегодня книгой метод стартапа вот соответственно у нас сегодня дискуссия будет интерактивная всех призываю активно участвовать задавать вопросы ну и соответственно в конце петр выберет самый интересный понравившийся ему вопрос и мы отправим победителю книгу вопросы можно будет задавать в чате но лучше всего через видео можно поднимать руку есть там кнопочка списке участников rice hand поднимать руку включать видео и задавать вопросы через видео это такой наиболее приоритетный вариант чтобы у нас была живая дискуссия да отлично спасибо кость я начну давай говори правило да у нас еще тут есть немного правил вот заканчиваем мы сегодня в 10 часов тоже за временем будем следить можете задавать вопросы включать камеры пить чай и кофе вот чтобы у нас эффект присутствия был ну и еще раз напоминаю что у нас сегодня продолжение прошлого мероприятия сейчас скину в чате к ссылку на видеозапись и на презентацию чтобы если кто-то пропустил не успел посмотреть смогли потом это все восстановить ну и соответственно вот хотел бы передать слово нашему спикеру петру и для начала вот задать первый вопрос чтобы кратко подвести итог прошлого мероприятия хотя бы вот так в общем в двух словах рассказать что такое дисциплиент agile что это за практика но в общем да это самый первый вопрос с прошлого вебинара я как бы с него и спланировал начать это плавный переход давайте вот именно конкретно в двух словах дисциплиент agile позиционируются его создателями как тулки то есть набор инструментов взятых из других практик agile прежде всего скрама он скрам-бейст то есть основа на скраме вот но также там присутствуют практике большой упор идет на лин есть немножечко из канбана множечко из экстрим программинг и то есть что делали ребята ребята любые инструменты которые вот есть в практиках вы можете применять под вывеской дисциплиент agile в чем ключевое отличие например от классического скрама некоторые авторы скрама в частности кэншвабер они говорят следующее вы можете называться скрам что вы используете скрам только тогда когда вы используете все артефакты присущие скрама то есть если вы грубо говоря не проводите например интроспективом по мнению создателей скрам регулярно то вы не имеете права называться скрам вот это такая терминологическая история больше а дисциплиент agile таких ограничений на нет налагает любые инструменты которые можете использовать которые хотите использовать которые подходят вы можете использовать это контекст сенситив то есть чувствительный контекст у получается в зависимости от контекста вы соответственно можете подобрать набор инструментов и применять их успешно и как у скажем так большого пьемай есть по бог как основной свод лучших практик по управлению проектами так у дисциплиент agile а текущий момент есть громкое слово аналог но можно и так сказать . называться чужью вал чуть попозже про это поговорим которая по большому счету является таким основополагающим трудом в котором собственно все инструменты которые входят в сиплент agile описаны с той или иной степенью погружения и самое самое ценное в этой книжке чтоб приведены готовые наборы которые применяются с точки зрения тех или иных контекстов общеупотребимых то есть по сути вот вы если все таки опять таки вернуться к двум словам то дисциплиент agile под одной обложкой под одним капотом собрали максимальное количество инструментов которые так или иначе применяются в различных джайл практиках и сказали что ребят используйте их в зависимости от вашего контекста ограничений нет то есть в этом суть дисциплиент джайл вот а эта практика она вот существовала до пима еще как она вообще да вообще если посмотреть смотрите какая интересная история получается я дисциплиент agile варюсь с прошлого года где-то примерно в декабре по моему месяцу пима об этой истории заявил я вот как бы вживую наблюдая как маленький изменяется информационный фон вот смысл заключается в том что дисциплиент agile был разработан как фреймворк когда эти как фреймворк на самом деле когда его основатели работали компании бен вот то есть это так сказать источником всего этого стал самый кровавый интерпрайз в мире который только может быть компанией бьем соответственно и просто основатели они там нет не описано каким причинам то есть они решили что что-то практика достойно самостоятельного существования и вышли оттуда соответственно если мне память не изменяет это был 2011 год смысл заключается в том что вот на текущий момент упоминание об этом на официальных сайтах дисциплиент agile консорциум и в разделе пима и кдачки ничего не осталось скорее всего будет переформатировать подхода и переформатирование того как он будет презентоваться соответственно в дальнейшем и какую роль в линейке скажем так продуктов и майон займёт поскольку на текущий момент еще пока мы помним про то что это выходцы из ibm что они соответственно существовали до того как и я моих купил вот через какое-то время возможно они проведут соответствующую как правильно сказать перекомпоновку возможно да там подойдут под некий стандарт изменятся соответственно подходом согласно стандартам пи май и возможно они уже начнут новую точку отсчета вот вообще как бы если брать именно вот смотрите очень интересно в ibm это называлось даже маленько по-другому и на тот момент когда они вышли это называлось discipline agile delivery то есть это было именно вот если взять тот слайд который у нас сейчас на экране да dd это самый самый нижний уровень про поставку программного обеспечения вот тот то чем занимается абсолютно все там фреймворки до ускоренная всеми это про поставку ценности delivery 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 везде соответственно строится соответственно текущий момент discipline agile значительно больше вот самый верхний уровень это discipline agile enterprise там есть вопрос у нас дальше я расскажу еще вот и вот все вот это вот развитие оно было уже за пределами соответственно компания бмд вопса никуда добавили потом собственно discipline agile айти это про инфраструктуру как ее развивать в рамках крупных проектов там и так далее вот то есть изначально все это было про опять таки про софт вот соответственно сейчас сейчас вот прямо прямо 19 мая будет вебинар который будет проводить скотт амблер это один из основателей где они они говорят об изменении набора инструментов то есть они постоянно развиваются и есть мнение что соответственно они говорю то есть через какое-то время наверно поглощение со стороны pmi дисклент agile будет такое что скорее всего они будут не отдельно есть мое такое внутреннее ощущение вот это к вопросу о существовании до pmi после pmi все все практики существуют вне контекста организации которые их развивают чаще всего изначально зарождаются группами энтузиастов во что они вырождаются потом посмотрим составе pmi эта штука молодая да 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 скажу да это ноябрь месяц прошлого года понятно вот с учетом того что там много получается практик входит дисциплент agile если человек начинает его изучать то получается что он будет в первую очередь изучать сразу все подходы по нему смотри рекомендации следующее начинается смысл заключается в следующем то есть если взять книжку choose your waf есть еще соответственно книжка сейчас я скажу попозже покажу прям экран этого где у меня книжки вот есть книжка introduction вот она продается на амазоне я ее умудрился купить там дикой скидкой что-то за три доллара что ли всего вот то есть смотрите на амазоне всякие акции если у вас еще prime вдруг подписка там вообще можно все подобные вещи покупать достаточно недорого так вот соответственно если начинать с quick read то они рекомендуют сперва ознакомиться с ролями то есть там выделяю я рассказывал на прошлом нашем собрании какие там основные роли что они в принципе соответствуют тем ролям которые есть стандартный skype плюс там добавляется стейкхолдер вот ознакомиться с ролями и ознакомиться с основными определениями контекста и потом можно прям по оглавлению смотреть какой у вас контекст и что можно применять какие подходы lean scram agile delivery и вот это вот все то есть сразу как бы рыться и изучать подробно конечно же можно если у вас есть на это время но предлагаемый со своими авторами подходом самое важное понимать что мы такое как набор инструментов второе понимаете роли которые мы выделяем а потом понимать контекст исходя вот из этих трех составляющих вы сами составляете план своего развития для применения для сертификации подход маленько другой вот то есть если вы хотите применять то вот для практики он вот так выглядит вот вот книжки я так понимаю пока все все на английском еще да давайте сразу расскажем на самом деле про книжки это будет у нас был вопрос но раз уже сюда перешли кость можешь отдать мне экран я покажу сейчас давай проверь так а как мне это собственно как показать что мне нужно сделать этот экран демонстрация экрана так вот все совместное использование да получается вот видно сейчас мой экран да да вот смотрите на сайте pmi pmi.org который сейчас появился целый раздел посвящен discipline agile вот так это выглядит и в нем соответственно есть книги по discipline agile вот та книга про которую я все время говорю choose you wow это основополагающая история for senior leaders это учебное пособие для подготовки уже к сертификации второго уровня если помните кто был на прошлом вебинаре помнит что там разные уровни которые как по поясам в боевых искусствах то есть начиная с зеленого пояса они рекомендуют вот эту вот вот эту штуку читать для тех кто имеет сертификат pmp можно сказать что вот эта вот книжка это некий discipline agile аналог риты вот очень приближенный но смысл примерно в этом здесь нет ответов на вопрос но здесь есть вот именно погружение с точки зрения того чему учиться и как будет к чему быть готовы на сертификационных экзаменах квикрит который я упоминал это если опять таки брать аналоги это есть масса литературы по скраму есть там книжка джеффа с азерлендов в которой он проводит глубокую рефлексию собственную как он это все изобретал как он применял а есть скрам-гайд вот в котором на 20 страницах описаны четкие конкретные вещи что нужно делать для того чтобы запустить скрамы какие ритуалы как производить последовательность вот квикрит это некий аналог скрам-гайда значительно больше что около ста страниц читается в принципе быстро если читаете по-английски там за вечер за два можно осилить вот как я и говорил конкретно роли контекст инструменты как применяются вот эта вот книжка хорошая новость на самом деле про choose you wow ее запустили pmi сделал ее видите сделали бесплатный доступ для этой книжки для членов pmi вот то есть если вы оплачиваете ежегодное членство вы можете ее скачать в защищенном pdf точно так же как помбок вот я соответственно ее скачал отсюда уже вот погружаюсь изучаю 450 страниц не маленький такой труд на самом деле весьма интересный вот потом что еще так про книжки в общем то получается рассказали давайте сразу я помечу что у меня это были вопросы что мы его прошли и окей да если вот на твою практику личную опираться то ты сам что-то уже применяешь или применял здесь как у нас у тебя впечатления с практической точки зрения смотрите я на самом деле могу сказать следующее по этому поводу то есть я работаю с джайл практиками не очень давно но и не очень мало то есть впервые я познакомился с этими вещами в 2017 году вот ну и как показала моя личная практика в лоб условно использовать скрам или в лоб использовать канбан как метод в наших реалиях в современных российского бизнеса ну у меня не получалось ни разу на самом деле вот всегда нужна какая-то адаптация как только ты начинаешь чего-то адаптировать ты начинаешь соответственно натыкаться вот на те самые ограничения про которые я упоминал в самом начале да как скрам себя позиционирует с точки зрения скраморг если вот этого нет вы не скрам вот и поэтому скажем так по факту когда начинаешь применять гибкие подходы ты все время ищешь какие-то вот инструменты а как вот использовать это как использовать это а можно ли вот это совместить и если у тебя это работает вот это запускаешь и набор инструментов и это у тебя работает вот потом в конце 2019 года я узнаю что это оказывается называлось Discipline Agile вот все руководители проектов на мой взгляд они так или иначе занимаются миксованием инструментов а миксование инструментов это и есть Discipline Agile просто что что делает скажем так этот подход этот набор инструментов вот эти вот книги да они тебе дают набор вот этих самых лучших практик систематизированных тебе не нужно изучать кучу информации я для себя ничего нового об этом не открываю потому что у меня вы можете видеть сколько книжек на самом деле и там из них про гибкие подходы и всякие разные вещи то есть очень много вот и через меня там прошло огромное количество информации у меня в голове есть определенный информационный бардак связи с этим вот такие вещи как Discipline Agile они позволяют его упорядочить то есть если вы практиковали до этого какие-то практики миксовали инструменты скорее всего ничего нового для себя не найдете если же вы хотите только только прикоснуться скажем так к инструментам Agile то соответственно наверное это хороший путь вот то есть соответственно отвечая конкретно на вопрос да я применял да я считаю это эффективно просто я не знал что это называется Discipline Agile до определенного времени вот то есть на мой взгляд любое миксование инструментов из Agile как раз таки укладывается в Discipline Agile и если это у вас эффективно работает значит это эффективно работает да вот тут есть еще вопрос тоже из практики от Виктора Гришина тоже более частный случай для российской практики характерные договоры фикс прайса и классический Agile тему фиксированного объема обходит хотя потенциально он может быть как Discipline Agile относится к фикс прайсу что сделали Discipline Agile с точки зрения там нет понимаете они не рассматривают на самом деле отдельно Time and Material фикс прайс они рассматривают жизненный цикл поставки ценности и в отличие например от того же классического скрама и многих других смотрите про что говорит скрам про что говорит экстрим программинг да они берут участок непосредственно поставки ценности вот и рассказывают как в нем быстрее собственно эту ценность итеративно и инкрементально соответственно поставлять маленькими итерациями приращивая объем да они оставляют я имею ввиду вот эти практики они оставляют за кадром две больших вещи которые называются предпроект и постпроект то есть непосредственно изучение предметной области написание формирование технического задания и так далее и непосредственно имплементацию решения в соответственно на в ту среду для которой это решение ценность была разработана дисциплиент agile на этом акцентирует отдельное внимание у них если посмотреть все жизненные циклы применения инструментов большинство из них включает в себя помимо непосредственно цикла разработки итеративного еще включает цикл соответственно предпроекта и цикл имплементации именно поэтому у них появился agile devops дисциплиент agile devops потому что devops это про поставку непрерывную да чаще всего вот и плюс они акцентируют внимание еще на предпроект поэтому отвечая на вопрос они опять таки авторы они не рассматривают в какой модели ценовой работать но они говорят что ребят вот если в других практиках вот эти вещи которые являются непосредственно ну опускаясь на землю являются непосредственно там частью именно которую необходимо оценить для того чтобы правильно зафиксировать стоимость вот все это обходит нет мы про это говорим мы про это говорим акцентируйте на этом внимание соответственно запихивать это договора и то же самое касается стадии внедрения вот то есть это действительно то что появилось в дисциплиент agile на чем акцентируется внимание и соответственно можно это можно применять но опять таки как у нас обычно работают agile подходы в фикс прайс контрактах то есть на основании каких-то уже аналогично ранее завершенных проектов мы примерно понимаем соответственно стоимость приблизительно разработки запихиваем ее в фикс потом когда вот непосредственно стадия разработки начинается мы начинаем там итеративными циклами эту стадию разработку скрутить и в договоре прописываем возможность изменения то что называется фактически скопом объема который необходимо освоить но задача уложиться там в условную цифру посередине вот дисциплиент agile скажем так приблизительно узаканивает это то есть они говорят есть цикл предпроекта обследование написание кстати в скраме некоторые для того чтобы называть себя скрам понятие нулевого спринта для всех вот этих вот вещей вот скраморк против подобных определений дисциплиент agile говорит что это просто одна из стадий проекта одна из стадий они тоже избегают слова проект самое что интересное это одна из стадий выдачи той ценности которую вы хотите с помощью своей деятельности поставить то есть для того чтобы ее правильно поставить сперва необходимо ее правильно сформулировать то что вы собираетесь сделать кстати вот это очень важный момент на прошлом мероприятии кстати был вопрос вот почему-то кость мне его не прислал но я его нашел вот не было ни слова про проект про проект или это вообще так вот смотрите ключевое отличие любых agile практик от то что называется классического проектного управления заключается в том что действительно в большинстве практик слово проект не используется люди говорят про ценности и agile подход любой он начинается от ценности все современные подходы которые как бы пропагандируются сейчас на рынке которые являются эффективными то что называется customer development например да соответственно оно идет или вот те книжки которые мы вот в прошлый раз мы одну получается разыграли и сегодня будет вторая они про это же про то что нужно отталкиваться от того какую ценность вы должны нести и весь agile вращается вокруг этого определить ценности поставлять ценности оперативные инкрементально как то еще но именно поставка ценности поэтому слово проект вообще как бы ну оно чаще всего избегается вот и мы начинаем совмещать подходы мы начинаем условно на устоявшуюся систему ценностей на определение проекта натягивать собственно а где в проекте появляется ценность когда вот опытный руководитель проекта который практикует подходы из agile начинается вот с этой проблемой сталкиваться вот у него задача сводится к тому чтобы определить в какой момент у него в проекте появляется та или иная ценность и что именно он будет наставлять и тогда эти два тогда подходы вообще как бы скрещиваются очень здорово любой инструмент соответственно не получается никакого противоречия вот если же пытаться как бы натянуть вот именно просто вот я буду делать изеративный проект да тоже возможно есть фреймворк патриэкспресс он сделал ребятами скандинавы я не помню может быть кто-нибудь из коллег из PMI напомнит то ли Бельгия то ли Дания не помню оттуда вот члены PMI просто они вот добавили итеративности описали цикл того как собственно происходит управление изменениями внутри именно проекта и получили там определенный фреймворк никаким образом себя не позиционируют как agile вот но подход очень близок и похож на то что происходит вот собственно дисциплимент agile вот хорошо я еще раз напоминаю что можем всем задавать вопросы призываю всех это делать лучше всего поднять поднять руку и задать вопрос по видео тогда вообще можно сразу задать вопрос без очереди ну вот смотрите вот постепенно мы начали Костя переходить о том как собственно соотносится с другими стандартами и практиками да получается формально по большому счету начал про это говорить да и как он соотносится с PMBOK вот в общем то я сказал если вы начинаете говорить начинаете рассматривать свой проект с точки зрения поставки ценности а не достижения цели любые agile подходы соответственно ложатся очень здорово я недавно как недавно по осенью у меня был небольшой воркшоп я показывал людям как вообще соотносятся подходы agile с подходами PMBOK если мы рассматриваем деятельность руководителя проекта с точки зрения что его основная роль коммуникативная у нас очень запросто даже ложатся получается процессы группа процессов которые описаны в PMBOK очень хорошо ложатся на итеративный инкрементальный любой подход тот же Scrum если мы говорим что в Scrum мы говорим про постоянные коммуникации заказчика для того чтобы определить дальнейшее направление спринта для создания бэклога вот это вот все в принципе в PMBOK мы соответственно говорим о том что мы управляем как он называется по-русски управление содержать содержать проекты вот когда мы в Scrum говорим о том что мы в каждом новом спринте мы проводим груминг бэклога и переприоритизируем какие-то задачи да в классическом проектном подходе это управление изменениями и так далее и так далее и при этом при всем всегда РП в классическом подходе постоянно коммуницирует либо с командой проекта либо со стейкхолдерами вот либо с какой-то внешней средой с поставщиками услуг материалов и прочих вещей то соответственно в классических подходах то же самое просто в agile подходах в роли стейкхолдеров у тебя выступает соответственно то что называется кастомер заказчик у тебя есть команда с которой ты коммуницируешь просто несколько другого деления по ролям как только вот это вот начинаешь понимать то сразу же у тебя все хорошо коннектится то есть не нужно отделять одно от другого то есть на текущий момент я упоминал уже в прошлый раз даже PMBOK меняется перестает быть вот этим огромным талмудом в котором прописаны группы процессов входы-выходы вот им следуйте и будет у вас счастье они говорят не ребят мы будем говорить про принципы проектного управления вот а уж как вы будете применять эти принципы это уже ваше дело на вас не накладывали никаких ограничений вот в этом плане собственно дисциплина agile очень хорошо соотносятся с новым подходом PMBOK что вот вам набор инструментов используйте их в зависимости от контекста контекст на сайте вот соответственно процесс вопрос связи с PMBOK вот у нас вот вопрос есть от Александра Бурдухина про Scrum давай то я попробую сейчас себе снова открыть в Scrum есть документ Nexus который описывает вопросы масштабирования на одном из авторков по Kanban были анонсированы инструменты которые наиболее эффективны на различных стадиях развития бизнес-процессов в компании и вопрос что есть Discipline Agile в части уровней хаоса системы в организации Ну насчет Kanban это Денису Бартоломе пожалуйста он у нас выступал он является мега экспертом по этому вопросу поэтому я не подскажу я только после его собственно завтрака плотно заинтересовался Kanban не как инструментом но процессом причем я его применял с точки зрения процессов потому что это очень здорово особенно когда в Work in Progress фиксируешь и узкие места выявляешь я дальше не ходил вот он мне открыл глаза на Kanban как метод я посмотрел нескольких материалов это очень круто но я нисколько не являюсь экспертом поэтому туда вот что касается масштабирования как раз таки вот у меня есть вопрос насколько дисциплина agile и save схожи да я даже приготовил кажется приготовил приготовил или не приготовил сейчас подождите так я по-честному готовил но куда-то я ее дел сейчас попробую еще раз найти так так а что такое save в двух словах save это scale это scale agile framework это тоже про масштабирование смотрите сейчас попробую объяснить именно в двух словах save это масштабирование скрам в масштабах организации вот когда у нас когда у нас дать вот там уже мы говорим больше про проекты вот и про портфеля проектов с точки зрения организации когда нам до достижения каких-то стратегических целей организации нам необходимо запустить несколько проектов каждый из которых имеет определенную цель ну совокупность этих целей приведет к достижению хоть и стратегической цели организации да то есть нам для того чтобы условно вывести там какой-то какой-то продукт на рынок новый. Необходимо отдельными, например, проектами, собственно, разработку продукта запустить, разработку маркетинговой стратегии, фантазирую сейчас на ходу, могу ошибаться, какую-то там поддержку еще какую-нибудь третью, и вот три вот этих вот отдельных проекта, которые делают отдельные команды, должны в одной точке сойтись и получить, должен получиться какой-то результат. Так вот сейф, он про это. Сейф говорит о том, что вы запускаете три команды, очень-то, опять-таки, общо и очень утрированно. Вы запускаете три команды, каждая из которых, например, работает по скраму, при этом у вас над всеми этими командами есть некий человек, который занимается, который называется, если не память не изменяет, delivery manager, который как раз таки отслеживает, который синхронизирует работу этих команд, да, и чтобы ценности, которые, а поскольку каждый из этих команд, работая по agile, ценности поставляет оперативно и инкрементально, да, задача delivery manager, она про то, чтобы синхронизировать, соответственно, между собой вот именно поставку ценностей разными командами, чтобы в определенный момент времени они сошлись. Вот. То есть в двух словах это про это. Соответственно, у... Сейчас я покажу, я нашел эту историю, у меня вот этот экран вам показывается. Вот смотрите, секретная презентация, только для членов клуба. Вот. Средство стоит 50 долларов в год. Welcome, как говорится. У Disappoint Agile есть Flex. Я не помню, честно говоря, подшифровывается. А, вот, Flow for Enterprise Information, не помню, написано на экране. Значит, смысл заключается в том, что это тоже про масштабирование agile подходов на организацию в целом. Вот. То есть про то, как сделать гибкую организацию. То есть они говорят, сейчас я промотаю, что вот как-то организации работают как попало, есть определенная цепочка поставки ценностей. Вот. И мы хотим ее упорядочить таким образом, чтобы поток между разными командами перетекал определенным образом. Честно говоря, поскольку в моей текущей деятельности я не связан пока с портфелями именно проектов и именно с масштабированием каких-то вещей, я продуктовые разработки сейчас деньги зарабатываю. Вот. Я плотно не погружался. Мне хватает классического скрама. Мне сейчас в той команде, в которой я сейчас работаю, абсолютно замечательно заходит скрам со всеми подходами, абсолютно классическими, со всеми артефактами, с проведением дейли, с проведением ретроспектив, с формированием бэклоуга, с совместным с командой определением definition of done по каждой задаче, с формированием дизаторий. То есть все, что написано в книжках, которые начали издаваться еще в конце 90-х годов, в моей текущей команде очень заходит. Вот. И самое, что интересно, в discipline agile тоже про это есть. Вот. И там говорится о том, что если вам этот подход подходит, если у вас это все работает, то вам не нужно ничего, соответственно, масштабировать. Вот. У нас есть, здесь присутствует Женя. Вот. Она очень интересуется портфелями проектов. Вот. Если она захочет, мы как-нибудь решим вопрос о том, как я эту информацию могу передать. Вот. Если интересно, действительно, давайте подумаем про то, какие можно вещи сделать, связанные с управлением портфелями, с проектными офисами. Опять-таки, здесь не столько про проектный офис, сколько про создание организации нового типа, ценностной организации. То есть, я вот постоянно хочу акцентировать внимание на том, что современные agile-подходы все, они основаны на том, что организация, команда должны поставлять ценность. Вот. Мы не бежим цель ради цели. Вот. В этом ключевое отличие с точки зрения понимания. А мы ценность должны поставлять, которая нужна, собственно, на рынке. Вот. Я не очень ответил, соответственно, на вопрос. Вот. Просто потому что, повторюсь про масштабирование, я не являюсь специалистом, я не применяю на текущей аналоге практики. Я знаю, что они есть, что они неплохо описаны. Если, соответственно, кому-то хочется погрузиться в этот вопрос, в эту предметную область, то, соответственно, обращайтесь, мы подумаем, как это можно вместе организовать. Вот. Про P2M, соответственно, вопрос. Опять-таки, P2M погружался очень поверхностно. Насколько знаю, в России практически никто его не практикует. Вот. Но что мне там импонирует? Вот. Они тоже, как бы, они говорят про ценности и принципы. А, нет, не принципы, там, миссии. Вот. Принципы. Это сейчас современный P2M-блог, я уже запутался. Вот. Японцы, они тоже опять... Вот. Что интересно, японцы, они опять идут своим путем, да? Они не говорят про цели проекта, они говорят про некую миссию. Что такое миссия, понятно только японцам. Вот. И поэтому, как это применять в России, мне, честно говоря, не очень понятно. Что мне там импонирует? Они выделяют области знаний, вот. А управление знаниями, это, так сказать, та вещь, которая, на мой взгляд, будет активно развиваться в ближайшие десятилетия даже. То есть без этого никуда. Вот. И как он соотносится с P2M? Ну, вот. Именно на уровне того, что и то, и то про поставку ценности. P2M нам говорит, что есть определенные области знаний, которыми вы должны управлять, которых вы должны оперировать. И именно извлекая знания из этих областей, вы должны поставлять ценности, которые приведут к достижению миссии проекта. Ну, как бы вот такая вот маленькая другая вселенная, которая нам, ну, лично мне, на самом деле, не очень понятна, там, интуитивно, скажем так. Вот. Давайте дальше по вопросикам посмотрим, да? Да, еще вот был вопрос в чате от Александра Бурдухина. Ну, вот про презентацию, про Flex, все-таки можно ли ее скачать или надо? Скачать ее не можно. Вот. Сейчас я этот вопрос решаю. Я нахожусь в переписке с коллегами, собственно, с PMI. То есть, смотрите, я еще просто объясню. Я рассказывал на прошлом нашем мероприятии, что есть различные уровни погружения в Discipline Agile. И самый первый, самый начальный, который называется Discipline Agile List, он, в принципе, чем-то похож с точки зрения доступа к информации, к ресурсам и прочему, на членство в PMI. То есть, ты платишь определенные деньги, конкретно 50 долларов в год, вот, и получаешь доступ к закрытым разделам и материалам. Вот. Вот. Та презентация, которая есть, соответственно, она вот как раз таки из этого разряда. Также есть там и вебинар, вот, и, соответственно, еще какие-то материалы. То есть, так же, как, например, книжку Choose Your Waff, вы можете скачать, если вы являетесь членом PMI. Так же, как PMBOK, вы можете скачать, являясь членом PMI. Этика PMI не позволяет распространять материалы, которые находятся в закрытом доступе, просто так вот по сторонам. Члены PMI знают, что тот же PMBOK, он запаролен, например. Вот. Если где-то он, во-первых, запаролен, во-вторых, на нем стоят водяные знаки, да, если где-то информация всплывет, то PMI легко узнает, откуда это все появилось и, ну, это нарушение этики со всеми вытекающими последствиями. Вот. Но при этом задача моей роли как ДА-чемпион, ДА-чемпион, это развивать, пропагандировать и нести информацию в массы. Вот. Поэтому сейчас я, наконец-то, нашел хороший контакт в Штатах, вот. Мы практически каждый день там выясняем какие-то вопросы. Вот. И сейчас как раз-таки мы решаем с точки зрения… Разные вопросы решаем, там будет, я тоже про это поговорю, в том числе и про доступ к информации, вот, по этому поводу. Хорошо. Еще вот вопрос был про предпроектную часть, чуть более подробно ты там на этом останавливался. Хотели уточнить, вот тоже Александр Бурдукин, как там описаны вопросы формирования ТЗ, предпроектной части, описания бизнес-процесса, что там есть. Вот смотрите, там нет описания бизнес-процесса. Вот, вот, как же правильно объяснить-то? Смотрите, нет волшебной таблетки от всего, не существует серебряной пули, которая устранит все проблемы, возникающие в проектах. Нет готовых рецептов, которые вот вы взяли, соответственно, я имею в виду, сейчас мы говорим про проектное управление, да, про agile подходы и так далее, которые вы взяли и сказали, о, все, я вот выполняю последовательность шагов, вот, и получаю гарантированный результат. Если кто-то вам даже говорит о том, что то, что вы сейчас, соответственно, вот это вот изучите, и у вас гарантированно 100% ваших проектов будет запускаться в рамках установленных ограничений, установленных KPI-ами, или ваши продукты, соответственно, будут взлетать и так далее, это все, ну, как минимум лукавство, да, чаще всего даже прямой обман, вот. Поэтому не стоит расценивать discipline agile как вот что-то подобное, это не про это. Соответственно, отвечая на вопрос, там нет в описаниях discipline agile, в книжках по discipline agile, рецепта, как правильно написать техническое задание, или как правильно провести предпроектное обследование. Там написано, что, ребят, в скраме, например, вообще нет ничего про то, что с этим делать, какие, соответственно, выводы вы должны из этого излить, для чего. Там очень расплывчиво говорится, что есть продукт-одор, который вам все расскажет и транслирует, соответственно, все хотелки бизнеса. Не расшифровывается даже, что такое бизнес, как продукт-одор взаимодействует с внешней средой, там, и так далее. Это все уже люди на практике сами додумывают. Discipline agile же говорит, что нет, не только это. Есть еще вот этот вот пласт, и в нем нужно действовать. И опять-таки, контекст-сенсейте, в зависимости от контекста, кстати, они говорят, что кое-где, например, там эта предпроектная история не нужна. Если мы говорим, если вы хотите применять цикл Discipline agile только для разработки какого-то продукта, то, что называлось Discipline agile delivery, вы применяете его только в таких рамках, вот только замкнутый цикл. У меня, к сожалению, сейчас картинки нет, но на прошлой презентации, по-моему, я показывал один из циклов таких. Вот. То есть, еще раз, нету рецептов готовых. Есть предложение, что, я бы даже сказал, предположение, что если контекст вашего, контекст той цели, которую вы хотите достичь, он вот такой, то, скорее всего, для нее применяется вот такой набор инструментов, вот в такой последовательности. Но никто не запрещает вам что-то брать оттуда, оттуда выбрасывать, менять местами и так далее. Мы предполагаем, что вот это будет у вас работать лучше всего. Но не заставляем вас делать вот так. И поэтому мы не имеем права, грубо говоря, вам диктовать условия, как вам, например, проводить там предпроектное обследование. Вот. То есть, смысл вот заключается в этом. Готовых рецептов нет. Есть предлагаемые инструменты. И описание того, как их используют. Хорошо. И вот если вернуться к вопросу членства. Вот членство PMI – это то же самое, что DEI или… Нет, это разные вещи. Это разные вещи. Это разные вещи. То есть, как я уже сказал, смотрите, я специально пооткрывал разные закладки. Сейчас должно быть видно. Вот есть сайт Discipline Agile Consortium. Это сайт больше про сертификацию и обучение. А есть, как я уже показывал, на сайте PMI.org раздел про Discipline Agile. Он больше про материалы, про информацию. И ссылки, которые связаны с сертификацией, ведут на Discipline Agile Consortium. Так вот, если вы член PMI, то, что выложено на сайте PMI.org, вам доступно. Вот как, например, книжка Choose Your Wow в электронном виде, она доступна на сайте PMI.org для членов PMI. На сайте Discipline Agile Consortium, где выкладываются какие-то вещи, связанные с обучением, сертификацией и какие-то материалы для членов именно консорциума Discipline Agile, для тех самых Agile Евангелистов. Они требуют отдельного членства. То есть, у вас есть два пути. Для того, чтобы получить доступ ко всему. Оплачивать членство и там, и там. Оплатить членство только в PMI и пройти обучающий курс первой ступени, и тогда вы получите доступ, тогда вы станете Discipline Agile Listом и получите вот этот вот, собственно, доступ, который платный. Условно-бесплатно, потому что курсы платные. Вот. Но, если вы проходите курсы, и у вас есть прохождение вот этого курса, это некий такой аналог вечных ПДУ, которые не сгорают, и вы получаете доступ, соответственно, вот эти разделы там постоянно. Курс стоит 200 долларов, членство стоит 50 долларов в год. То есть, соответственно, условно, если вы проявите курс, он за 4 года у вас отобьется, так сказать. Вот. Пока они эти вещи разделили. Каких-то планов с точки зрения, как это будет в дальнейшем, официально нет. Вот. Вся информация про сертификацию, про поступение, прохождение и так далее, сейчас все находится вот на сайте, который Discipline Agile Consortium. Вот. То есть, ну вот пока вот так. Кстати, Choose Your Wow выложили бесплатно относительно недавно. Поэтому я на основании этого события смею надеяться, что, скорее всего, постепенно будут все сильнее и сильнее интегрироваться два сообщества, и в итоге все, наверное, сведется. К одному членству. Вот. Ну, то есть, получается, чтобы пройти сертификацию первую, нужно вот читать книгу и курсы проходить. Посмотрите, да, то есть, они очень тоже интересны, то есть, читайте книгу, проходите курсы, как показывает практика, чаще всего просто почитав книгу, ты вряд ли сможешь сдать экзамен. И у них на текущий момент, то есть, вот прямо вот на мае месяце 2020 года, у них нет возможности сдать на серьезный сертификат без прохождения курса. Серьезный сертификат, я имею в виду, начиная с желтого уровня. То есть, ты можешь белый пояс, дисциплинаем тот же лист, получить просто заплатив деньги, либо прослушав курс, тоже заплатив деньги. А любая сертификация, которая именно как сертификация, она подразумевает сперва прослушивание курса в обязательном порядке, потом сдачу. А если начинаем там с зеленых поясов, то там еще и требования к опыту, аналогично как в PMI и для PMP. То есть, вы должны заполнить заявку, подтвердить опыт, и еще и вы можете попасть на, как называется, на аудит. Не знаю, как здесь дела обстоят с аудитом, но то, что опыт требуется, это факт. Так что, вот, так, что-то я еще хотел по этому поводу, она, в принципе, рассказала, да? Что-то у нас еще было про... А, вот, был хороший вопрос, на самом деле. Как раз-таки, вот, что-то бесплатно предоставлять членам PMI, нужно ли покупать, да? Как раз вот я вот сейчас на это отвечаю формально. Как Discipline Agile соотносится в Agile Practice Guide? Никак не соотносится, серьезно. То есть, с точки зрения, вот, именно одно является продолжением другого или что-то еще, нет. Но поскольку Discipline Agile является на текущий момент такой всеобъемлющей практикой, то можно сказать, что то, что написано в Discipline Agile, расширяет то, что написано в Agile Practice Guide. Как он будет состыкован с PMBOK и с другими стандартами практики, не знаю, нет ответа. Как раз-таки, деятельность современная PMI и практики внутреннего Discipline Agile, она во многом еще и направлена на то, чтобы каким-то образом сделать некую единую экосистему управления проектами, управления поставкой ценностей, вот. Лицезия на Чузью Вау, можем ли мы в Московском отделении перевести, издать книгу по Discipline Agile на каких условиях в процессе? Задали вопросы, от нас ничего не ожидали. Я погрузился в вопрос по поводу обучения и прочих вещей, вот. И выяснил очень интересную вещь. Естественно, основное обучение, во-первых, нет ничего очного, на текущий момент, ну, понятно, там ситуация с ковидом и прочие вещи. Вот. Огромное количество всевозможных практик по вебинарам, вот, за очень неплохие деньги. Вот. Основные, как бы, центры компетенции, естественно, это Штаты, вот, и, на удивление, Латинская Америка. Вот. То есть, если кто-то захочет проходить обучение, получать сертификацию, готовьтесь, соответственно, вот, с учетом их часовых поясов. Вот. В Европе крайне иногда проводятся мероприятия. Вот. Основная активность – это вот Штаты и Латинская Америка. На удивление. Вот. То есть, запросы я написал, они думают, они вообще российский рынок, в принципе, не рассматривали. Что вообще у них есть. Я когда пишу, они меня спрашивают, из какого вы Штата. Потому что в США есть несколько городов с названием Москва. Я пишу, что Москва – Russian Federation. Вот. Поэтому здесь, опять-таки, здесь весь вопрос потребности в переводе и насколько нам это необходимо. Так что вот так. Это что касается вот этого вопроса. Так, про фикс-прайс договора мы проговорили в самом начале. Экзамены на русском и английском языках вопрос сюда же. Аналогично. То есть, все на английском языке. Я, в принципе, не нашел никаких локализаций. Ни на испанский, ни на португальский. Несмотря на то, что в Латинской Америке это все развивается. Локализованных вещей я не видел. А, французская была. Единственная европейская история была с Францией связана. И во Франции была локализация именно курса и экзамена. Экзамен, кстати, является неотъемлемой частью курса на текущий момент. То есть, вы сперва проходите, соответственно, курс. Он два дня длится. И в стоимость курса включена одна попытка экзамена. Которую, если вы не сдаете, вы можете потом пересдать за весьма внушительные деньги. Порядка 400 долларов на текущий момент. Да, хорошо. Но у нас вот уже время подходит к концу. Тут еще есть такой вопрос, пожелание. Ну, как ты это прокомментируешь от Куликова, Дмитрия? Последний. И давай двигаться так к завершению. Было бы очень интересно послушать про подход идеи к управлению портфелем проектов. Про портфель, к управлению портфелем проектов. Я повторюсь. То есть, я не занимаюсь управлением портфеля проектов. И поэтому не имею в данном направлении практического опыта. Если есть коллеги, которые готовы, соответственно, поделиться своим опытом, я найду способ, каким образом поделиться с ней материалами. И, соответственно, чтобы они смогли наложить свою практику на ту теорию, которую предоставляет Discipline TGL. Я думаю, что это будет максимально эффективная история. Просто вещать и показывать слайды я не вижу практического смысла. На мой взгляд, Discipline TGL, он про практику и применение инструментов. Просто рассказывать теорию, мне кажется, неинтересно. Поэтому, если найдутся люди, которые готовы, соответственно, этот вопрос разработать, обращайтесь, соответственно, можете обращаться ко мне, можете обращаться. Жень, проявись на микрофон. Тебе, наверное, по офисам или как? Ну, давайте пока ко мне. В принципе, у меня есть одна из идей. У нас есть Project Management Club, PMO Club. Мы его недавно стартовали и планируем сейчас следующее мероприятие. Может быть, как вариант закинуть людям, которые управляют проектными офисами, кому может быть это интересно, да? Давай я возьму на себя этот вопрос, на подумать. И да, пока тогда пусть ко мне обращаются на Facebook, LinkedIn, почту, сайт PMI.ru, то есть по-любому из каналов. Да, то есть я почему, собственно, обращаюсь к Жене, потому что я знаю, да, про то, что есть этот клуб и про то, что запрос определенный есть. Есть определенный запрос. Мы проводили несколько мероприятий в прошлом году, связанных с проектными офисами. Вот. Просто у меня есть серьезное подозрение, что agile практики, в частности, flex, они несколько про иное. И я как бы хотел бы, чтобы люди, которые этим занимаются плотно, сопоставили бы ту информацию, которую дают agile подходы, с теми подходами, которые принято традиционно называть управлением портфелем проектов и проектными офисами. Есть у меня подозрение, что они разойдутся. Просто люди получат не то, чего ожидали. И вот, поскольку я сам экспертными знаниями в этом вопросе не обладаю, мне очень сложно это оценить, поэтому давайте на Женю это все переведем. Да, хорошо, у нас время заканчивается. Спасибо. Давай тогда подведем итоги. Спасибо тебе, Петр, за ответы на вопросы. Давай выбери какой-нибудь тогда самый интересный вопрос, который тебе понравился, чтобы мы могли вручить книжку. Слушай, на самом деле, я люблю большие комплексные вопросы, когда можно, соответственно, так у нас получилось, что... Смотри, вопрос, который был самый большой, самый комплексный, он поступил к нам через регистрацию. Это вот он сейчас у меня на экране выделен, там, где четыре вопроса, если ты видишь. То есть, фактически, на самом деле, на основании этого вопроса можно было бы построить целый вебинар. Подробно, постепенно отвечая на него. Вот, я, к сожалению, не помню, кто там автор. Если мы можем его найти, если он сейчас здесь присутствует, то пускай он вдруг поднимет, там, как-нибудь обозначится. Ну, либо обозначьте себя, либо тогда найдем. Да. По регистрации. То есть, вот, это из тех вопросов, которые в регистрации были, он там в конце, если мне память не изменяет, вот. А, вот, Константин Томин. Это нечестно, это использование служебного положения, можно сказать. Вот, если Константин откажется от подарка, вот, то мы, соответственно, должны будем тогда кого-то другого выбрать, или как? Коллеги, как вы считаете? Давайте, наверное, в оффлайне это решим. Вернее, в онлайне, но в оффлайне. Хорошо. Нет, на самом деле, я абсолютно все равно, то есть, этот вопрос, я считаю, как бы лучшим, потому что, действительно, на основании него можно, прям, отвечая на эти вещи, можно прям подробно построить полностью всю, как бы, историю. Если все-таки... На самом деле, Константин, он такой же волонтер, или... Да, я знаю, кто Константин. Он, видите, очень положительно повлиял на ход текущего события. Так что, почему бы ему и не отправить книжку? Ну, слушайте, тогда давайте Константина оставим. Хорошо, отлично. Поэтому так. Вот, и давайте небольшое тогда резюме все-таки сделаем, да. Достаточно определенное количество вопросов было связано с масштабированием, вот, с проектным управлением, с точки зрения портфелей. Я все-таки предлагаю тем коллегам, кому эта история интересна, давайте попробуем организовать некое отдельное мероприятие. По срокам пока ничего не скажем. Вам нужно состыковаться, соответственно, с Женей. Вот, и мы решим, мы определим, как бы, запрос, поймем, что, собственно, хотят люди получить, какую именно информацию, какие именно вопросы возникают. Вот, посмотрим, что нам дает, собственно, Disappoint Agile в этом плане. Вот, и попробуем подготовить, соответственно, сессию. Уже, соответственно, не я буду докладчиком, а кто-то более продвинутый именно в управлении портфелем проектов. Вот, я поделюсь информацией, вот, и кто-то подготовит, соответственно, эту вещь с точки зрения развития, вот, в данной практике. Ко мне можете обращаться, соответственно, по, как сказать, точечному применению практик, вот. Как это, как миксовать инструменты, это, на самом деле, моя любимая история. Хорошо. Давайте тогда завершать. Петр, еще раз спасибо за ответы, было очень интересно. Вот, в чате есть код мероприятия, ссылка на форуму обратной связи, контакты Евгения Лапиной, к кому можно обращаться. Вот, спасибо. Ну, все, коллеги, всем спасибо. Спасибо, предлагаю похлопать. Да, спасибо большое, спасибо, Костя. Все, спасибо. 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 Спасибо.